Здравствуйте! На библейский портал Экзеет пришел вопрос. После смерти вся семья встретится или там каждый сам по себе? Апостол Павел говорит, теперь мы видим как свой тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу, теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Удивительно, как меня знает Бог, так и я узнаю все, что будет происходить. Бог же не есть Бог мертвый, говорит Христос, но Бог живых, ибо у Него все живы. Мы не знаем, что будет в нашем по смерти, нам открыто очень мало, но мы верим, что любовь пребывает вовек, по слову Священного Писания. Придет такое время, когда не надо будет верить, мы будем видеть Господа, не надо будет надеяться, уже все исполнится. Вот поэтому вера и надежда временны, а любовь пребывает вовек. И любовь не может исчезнуть, потому что Бог есть любовь. И, наверное, Бог ценит больше всего в человеке любовь. Поэтому те, кто говорят, ссылаясь на слова Христа о том, что в Царстве Божьем не женятся и не посягают, то есть не выходят замуж, и поэтому там не будет снова встречи между мужем и женой, мне кажется, они ошибаются. Там не создаются семьи, конечно, в Царстве Божьем, но семьи, которые, как малая церковь, созданы здесь и которые объединены любовью во образ, это уже слова апостола Павла из послания к Эфесиным, объединены любовью такой же, как Христос и его церковь, эта связь не может исчезнуть. Да, она будет в другой форме, но она, конечно, будет. Если это жертвенная, праведная любовь в образ Христова, эта любовь Христов в любви, она никуда не денется. Она, может быть, даже она будет самым главным сокровищем и достоянием человека в Царстве Божьем, потому что она больше всего похожа на Божью любовь к нам. Поэтому я думаю, что да, что все мы, христиане, встретимся. Встретимся ли мы с членами наших семей, которые не уверовали, я не знаю. Выбор каждого человека в его свободной воле бесконечно уважаем Господом. Если человек не хочет быть с Богом, Бог не может ему навязываться. Он даровал ему эту свободу. И блюдет этот дар. Иначе он будет не самим собой. Он не может от этого дара отказаться, потому что не хочет. Если человек не хочет пребывать с Богом, как он будет в Царстве Божьем? А другой человек хотел и пребывает. Наверное, они будут разлучены. Но как это будет, нам неизвестно. Субтитры сделал DimaTorzok